Для многих Советский Союз связан с приятными воспоминаниями. Это было время больших перемен. 70-й год открыл дверь новому классу автомобилей СССР. С конвейера вышел успешный проект ВАЗ-2101. Но есть машины, которые выделялись из общего своими недостатками. Так, «Москвич-2140», вышедший в свет в 1976 году, имел хороший внешний вид. Но салоны-механизмы не подавали больших надежд. Ненадежная коробка передач и дешевые детали обшивки салона портили все удовольствие владения автомобилем. А большой расход топлива никак не вписывался в этот класс автомобилей. Десять лет спустя в свет выходит новое детище АЗЛК «Москвич-2141». Были надежды опрокинуть рынок легковых автомобилей на себя, но ВАЗовские машины имели куда больший успех у советских водителей. Вся машина требовала доработок. Было ощущение, что разработчики АЗЛК выкатили еще недоделанную машину. Качество отсутствовало в сборке кузова. Плохие материалы приводили к быстрой порче внешнего вида авто. Стучащая подвеска и плохая управляемость никак не давало почувствовать себя комфортно за рулем такого автомобиля. Период распада СССР ИШ-Авто выкатывает в свет автомобиль ИШ-2126. Разработчики надеялись сделать его востребованным на рынке, но должного внимания он не заслужил. Качество покраски авто было настолько ужасным, что краска отваливалась кусками, хотя в целом корпус был собран с учетом разных нюансов. Переход на новый класс бензина застал врасплох весь автозавод. Он не был готов к таким переменам, а это только отдалило потребителей от выбора этой машины. Эти машины не сумели завоевать сердца советских водителей и не смогли достойным образом прославить разработчиков. Осталось только наследие и память об этих автомобилях. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok